Глава четырнадцатая. Отец Иоанн о молитве. Первое. Из этого отрывка и многих других подобных можно заключить, что отец Иоанн Кронштадтский ценил сладость молитвы и видел в ней одни из признаков близости Божией. Тем не менее, из этого не следует, что он считал сладость молитвы основной целью ее и не видел в ней ничего ценного вне этой сладости. По учению отцов церкви сладость молитвы не во власти человека, а дар Божий. И добиваться во время молитвы надо не ее, а главным образом устранение всего того, что мешает нам быть с Богом. Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. Можно говорить и сокращенно. Иисусе Христе, помилуй мя. Самая сокращенная форма. Господи, помилуй. Второе. При постоянном, упорном и правильном употреблении Иисусовой молитвы подвижник не только освобождается от страстей, но может обрезть, в конце концов, такое благодатное состояние, что молитва эта, ставшая всецело сердечной, творится сама собой, непрерывно и вызывает полное преображение человеческой личности и жизни. Сердце наполняется тогда неудержимой любовью к Богу и людям и ко всякому творению, испытывает теплоту и сладость и замечает в себе мельчайшие движения козлу и тотчас же их отгоняет. На еще более высокой ступени духовной жизни движение непроизвольных и праздных помыслов, представлений вовсе прекращается. Достигший такого состояния человек есть весь внимание и живет всецело во Христе, а в нем Христос. Можно также сказать, что такой человек стяжал, приобрел Духа Святого, стал храмом Святого Духа. Достигнуть такого состояния, конечно, нелегко, но молитва Иисусова является одним из могучих средств к этому, наряду и вместе со многими другими. Это средство столь действенно, что в православной церкви существует обширная литература об Иисусовой молитве. Из великого множества указаний, относящихся к этой молитве, особенно важно усвоить то, что, совершая ее, не следует добиваться сразу особо высоких или необыкновенных состояний и мечтать о том, что, молясь этим образом, совершаешь какое-то особое, присущее только избранным дело. Молиться Иисусовой молитвой надо с крайним смирением и совершенствоваться в ней с особой осторожностью и постепенностью. Для начала лучше всего творить эту молитву для отогнания всяких искушающих помыслов. Как придет какое-либо недоброе или нечистое представление или чувство, тут-то и надо мысленно, но с чувством говорить. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного!» Так учат многие опытные наставники православной церкви. 3. Нельзя сомневаться в том, что отец Иоанн Кронштадтский постоянно пользовался Иисусовой молитвой или, как теперь нередко выражаются, был «делателем Иисусовой молитвы». Об этом прежде всего свидетельствуют приведенные уже выше Его слова об особой силе имени Божия, что Бог весь в каждом слове молитвы, но особенно Он в принадлежащих Ему именах. Но вот и прямые Его указания об Иисусовой молитве и призыв ее творить. 4. Чтобы не терпеть непрерывных стужений злого духа, надо постоянно иметь в сердце Иисусову молитву. «Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя!» против невидимого дьявола, невидимой Бога, против крепкого, крепчайшей. 5. Крепко надо воевать со всяким грехом, противиться Ему, побеждать Его с призыванием имени Божия, через покаяние и призывание с верой имени Иисуса Христа, спасаюсь, очищаюсь, просвещаюсь, освящаюсь, умиротворяюсь, утешаюсь, в этом чудном спасительном имени нахожу величайшую отраду, или, наконец, против твердого призывания имени Господа Иисуса Христа, злые духи не могут стоять. Так говорят опытные в духовной брани подвижники. К этому надо добавить еще ниже следующее свидетельство отца Георгия Шавельского. Отец Иоанн был великий подвижник, каким его знала, и за это его чтила вся Россия. Он молился, можно сказать, постоянно. Приходилось наблюдать, что за столом во время обеда и ужина, при разговоре с другими, вдруг взор его становился сосредоточенным. Он переставал слышать обращенные к нему вопросы. Это означало, что он творил молитву. Отец Иоанн учил только тому, что сам знал по своему опыту. Это вполне относится и к Иисусовой молитве. Четвертое. Как бы ни было велико значение домашней или личной молитвы, ценность молитвы общественной, соборной, церковной признается учителями церкви высшей, а домашние молитвы считаются ими нередко как бы подготовительными к соборной. Так же думал и отец Иоанн. Молитвы домашние – суть как бы введения, приготовления к молитве общественной, церковной, пишет он. Поэтому кто не привык молиться дома, тот редко может молиться усердно в церкви. Отдавая должную дань домашней молитве и, по всем данным, постоянно совершая молитву Иисусову, отец Иоанн Кронштадтский в полной мере жил церковной, в особенности литургической молитвой. Свидетельств его об этом множество. Многие из них были приведены выше. Остается остановиться вниманием еще на немногих. Вот одно, в котором с особой полнотой раскрывается значение общественного богослужения вообще. Какой смысл слова «богослужение»? Оно значит, что Бог служит человеку и взаимно человек служит Богу. Бога подаянием своей благодати, святости, силы, спасения, избавления, очищения, мира, утешения, просвещения, чистой любви, подаянием самого себя в пище и питьи, в подаянии Духа Святого. Человек своим постоянным взиранием к Богу, как к своему первоначалу, первообразу, первоисточнику, своей заботой, к избежанию всяких грехов и к совершению вечной правды, к всегдашнему покаянию, словословию и благодарению Бога, к благоговейному принятию таинств и, таким образом, к постоянному хождению пред Господом в страхе Его и святости. А вот другое, где говорится о силе соборной молитвы. И держа бы еста два или три е, собране его имя мое, ту есм посреди их. Матфей 18, 20 стих. Благоговею даже пред двумя или тремя молящимися вместе, ибо по обетованию Господа Он среди них находится. Тем паче, благоговею пред многочисленным собранием, благоуспешна, многоплодна соборная молитва, если она дружна, единодушна. Церковная молитва ценна тем еще, что она есть не только молитва сообща, молитва соборная, но и тем, что в большинстве случаев она есть молитва за других, даже за всех. Она всегда есть голос любви к Богу и к людям. Разумеется, и домашняя, и личная молитва может и должна быть молитвой не только за себя. Вот одно из очень многих слов отца Иоанна о молитве за других. Проси не для себя одного, но и для всех верных, для всего тела Церкви благ, духовных и вещественных, не отделяя себя от прочих верующих, но находясь в духовном единении с ними, как член единого великого тела Церкви Христовой. Отец Небесный исполнит тебя великим миром и дерзновением. А вот и другое. Молитва за других полезна и самому молящемуся за других. Она очищает сердце, утверждает веру и надежду на Бога и возгревает любовь к Богу и ближнему. Нельзя, наконец, не привести еще ниже следующих строк. Об оставлении согрешений других молись так, как молишься об оставлении своих согрешений. Равно и о спасении других молись, как о своем собственном. Получишь от Господа обилие даров духовных, даров Духа Святого, который любит душу, сочувствующую спасению других. Пятое. К мыслям о значении церковной и соборной молитвы примыкают непосредственно мысли о храме, в котором возносятся эти молитвы. О, храм святой, сколь благо, сладостно в тебе молиться, ибо где пламенье молитва, как не в стенах твоих, пред престолом Божиим и пред лицом сидящего на нем, поистине, душа тает от умиления молитвенного, и слезы полонитом струятся, как вода. Сладостно молиться за всех. Очень выразительно и два следующих отрывка на ту же тему. Храм Божий – это Богом учрежденное училище веры и благочестия. Это священная сокровищница божественных сил. В святом храме мы и сами делаемся храмом Святого Духа при посредстве таинств, молитв и Слова Божия. Наконец, вот слова, в которых очень своеобразно выражена особенная, можно сказать, нежная любовь отца Иоанна к некоторым формам церковных молитв. «Ласкайся к Спасителю и Божией Матери, как искренний сын или дочь», – пишет он, – «ласкайся и к святым горячими молитвами, положенными канонами и акафистами, и не будешь посрамлен. Вскоре же сам ощутишь в своем сердце ласку небесную от Духа Святого. Но и не унывай, если сердце твое хладно через мрачные веяния врага бесплотного». 6. По единогласному мнению отцов церкви, выше молитв просительных молитв и благодарения. Они вполне бескорыстны. В них человек не ищет своего, а, напротив, дает от себя. Самое слово «благодарность» свидетельствует о том, что она – дар благой, добрый. И любовь более всего выражается в дарах, в приношениях, в самоотдаче, в жертве. Для высокой души в этом счастье. И сам Господь сказал «блажение давать, чем принимать». Деяние 20-35 стих. У отца Иоанна Кронштадтского немного слов о благодарности, но зато множество слов благодарения и хвалы. Здесь более всего его записи притворяются в настоящее молитвословие. Он постоянно возносит хвалу Богу за жизнь, за все творение, за воплощение Бога слова, за его искупительный подвиг, за дарование Духа Святого, за церковь, за все божественное промышление. И особенно много у него хвалы Богу за божественную литургию, за Евхаристию, которая сама есть высшее благодарение. И есть у него благодарение за избавление себя и других от дьявола, грехов и болезней и от других бед. «Благодарю Господа», — пишет он, например, «сильного в благости и благого в крепости своей, за помилование скорое и великое, за исцеление глубоких язв сердечных, причиненных грехом, что не могла сделать домашняя продолжительная молитва, то сделала одно прикосновение к животворящему, славному и страшному престолу Божию в храме святых апостолов Петра и Павла. Язва, сердце, смущение, скорбь и теснота вдруг исчезли, как бы великая гора отпала от сердца, и я сделался мирен, на сердце стала легкость, простор, терзновение, дивные дела Твои, Господи». В следующих словах отец Иоанн благодарит уже не за избавление от зла, а за дарование высшего духовного дара, дара любви. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, благодарю от всего сердца моего, яко, что молитву мою о люблении ближнего и презрении земного услышал Ииси, и мирную, разумную и сладостную любовь в сердце мою излиял Ииси. Утверди, Боже, сие во мне молитвами Богородицы, и да буду я чадо Твое, и чадо ее истиннейшее». Июля 26 дня 1864 года 11 часов вечера Некоторые благодарственные молитвы отца Иоанна Кронштадтского об исцелении при его посредствии больных будут приведены в другом месте, а здесь в заключение приведем одно из весьма многочисленных его словословий за дарование нам литургии и божественных тайн. Господи, исповедую пред Тобою, что ни на даче, ни в лесу жизнь и здравие и крепость духовных и телесных сил, а у Тебя в храме, наипаче более всего в литургии и в животворящих Твоих тайнах. О величайшее блаженство святые тайны! О живот, дающие святые тайны! О любовь неизглаголанная божественные тайны! О промышление чудное и непрестанное Господа Бога о спасении и обожении нашим божественной тайны! О преображении вечной жизни божественной тайны! Седьмое Стоит ли говорить, что высшим образом молитвы является молитва литургическая или сама божественная литургия? В ней в одно движение Духа сливаются и покаяния, и всяческие прошения, и благодарения, словословия и хвала. Весь настоящий труд показывает, что Отец Иоанн был послан Богом именно для того, чтобы обновить померкшее в сердцах верных сознание о бесконечной спасительной силе божественной литургии. Об отношении Отца Иоанна к божественной литургии в большей или меньшей степени было сказано почти во всех главах настоящего труда. Поэтому в настоящей главе можно ограничиться немногим. Этим немногим пусть будут еще некоторые тексты Отца Иоанна о божественной литургии. Когда он говорит о ней, как бы немало было им сказано, в словах его раскрывается всегда очень многое, что стоит иногда многих трактатов. В приведенных ниже текстах отец Иоанн сперва говорит о литургии как о величайшем чуде, чуде любви. Затем о том, чем являются святые тайны для него лично. Далее о мировом значении Евхаристии и, наконец, о несравнимой ни с чем святости святых даров. Литургии есть горнее на земле служение, величайшее чудо любви и правды Божией. Служение бессмертия рода человеческого, величайшая победа милосердия Божия над грехами, человеческими и дьяволом. Какие вдруг жизнь, сладость, тишина разольются в душе и теле по причащению святых тайн, течение греховных страстей и помыслов мгновенно останавливается. Божественная литургия есть поистине небесное на земле служение, во время которого сам Бог особенным, ближайшим, теснейшим образом присутствует и пребывает с людьми. Нет ничего на земле святее, выше, величественнее, торжественнее, животворнее, литургия. Литургия, постоянно повторяющаяся торжество любви Божией к роду человеческому и всесильное ходатайство о спасении всего мира и каждого члена в отдельности. Брак агончий, брак царского сына, на котором невеста сына Божия, каждая верная душа. Уневеститель Дух Святый С какою уготованную чистотою, возвышенной душою, нужно всегда присутствовать при литургии, чтобы не оказаться в числе тех людей, которые, не имея одеяния брачного, а имея оскверненную одежду страстей, связаны были по рукам и ногам и выброшены вон из брачного чертога во тьму кромешную. Матфея 22, со 2 по 14 стихи. Жертва евхаристическая или причистое тело и кровь Христовы, неисчерпаемый, всебогатый источник примирения с Богом, милости, очищения, освящения, обновления и обожения для всех верующих, живых и усопших, в ней примирение, очищение всего мира, одатайство, действительнейшее о привлечении ко Христу всех народов земли. Что если бы Ты, Господи, Боже мой, Иисусе Христе, возблистал свет Божества Своего от причистых Твоих тайн, когда они почивают на святом престоле, на дискосе во время литургии или в дарохранительнице или дароносице, когда иерей Твою несет их на персих своих на груди, идя к больному или от него, от этого света поверглись бы в страхи на землю все встречающиеся или воззревшие на них из домов своих, ибо и ангелы от страха неприступной славы Твоей покрываются. А между тем, как равнодушно обращаются с этими пренебесными тайнами, равнодушно совершают страшное священно действие святых тайн. тайнам тайнам тайнам